Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы начинаем с вами исследование послания святого апостола Павла к римлянам. И сегодня мы с вами рассмотрим первую главу на нашем портале экзегет.ру. Итак, послание святого апостола Павла. Надо сказать, что послание писалось апостолом Павлом около 58-го года из города Каринфа, где он некоторое время пребывал в общении с учениками, в наставлении их в Слове Божьем. И пишет свое послание, он примерно в это же время. Адресована она в большей степени римлянам, еленам и иудеям. Но иудеев в то время было не много в Риме. Можно было, как некоторые исследователи говорят, сосчитать их по пальцам. То есть осталось малое количество, потому что император Клавдий изгнал иудеев из Рима, обвинив их во многих нечестиях, как ему казалось, как язычнику. Итак, апостол Павел адресует это послание к аудитории иудейской и еленской в Рим и пишет. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол избранным благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков в своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти. И открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через которое мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере, все народы». Такие первые пять стихов мы видим, что апостол Павел называет себя рабом Иисуса Христа. Многие отцы церкви, учителя, и Тертулиан, учитель церкви, и святитель Анзлатоуст, говорят о том, что апостол Павел знает, что такое рабство во Христе. Рабство во Христе — это высота свободы, потому что, где сказано, где Дух Господень, там свобода. То есть поработить себя не страстям, а поработить себя любви Божией, жертвенной любви — это и есть верх свободы в христианском понимании этого слова. Далее он говорит о том, что он призванный апостол и избранный. Действительно помним его призвание из книги «Деяния апостолов», когда он шел в Дамаск в очередной раз гнать церковь Божию, и когда ему явился сам Христос и призвал его в чудный свой свет. Тогда Христос определил для него апостол из семидесяти Ананию, который его и крестил, отчего слепота, которой он был поражен при встрече со светом Господним, можно так даже сказать, с фаворским светом явления Спасителя, то эта слепота при таинстве крещения у него исчезла. И он был присоединен к церкви Божией, не сам по себе он пошел проповедовать, как рассуждают некоторые, принадлежащие к различным динаминациям, так называемых христиан без церкви. Но был призван Господом и присоединен через рукоположение в дальнейшем апостолам и семидесяти апостолам-ананим. Все эти истории записаны в книге Диане Апостолов. Поэтому он и говорит, что я призванный раб, апостол избранный. К чему же? Зачем избирается он как апостол? Он объясняет к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков. И не просто к благовестию, которое он получает какое-то личностное откровение или личностную индивидуальную инспирацию, как сегодня организовывают различные сектантские сообщества, какой-нибудь человек прочитал Библию, объявляет себя пророком. Нет. Он говорит о том, что он благовествует то, что уже было давным-давно известно, то благовестие, которое содержится в книгах Священного Писания и Ветхого Завета. И далее он говорит то, что открылось о Сыне, то есть о ком он благовествует. Благовествует о ком? О Сыне. О Сыне, который родился от семени Давида по плоти. То есть здесь говоря и подчеркивая, что Сын Божий родился от семени Давида по плоти, он подчеркивает как божественное, так и человеческое происхождение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Здесь как бы выражается, и в дальнейшем он об этом пишет, выражается его двухипостасность, Бог и человек. О Сыне Своем, говорит он, в пророках и в Писаниях святых. И открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим. Действительно, когда Господь Иисус Христос воскрес, то это воскресение было уникальным от всех прежних воскресений и воскрешений, которые были в книгах Ветхого Завета. Например, мы знаем, что пророк Елисея, коснувшись костей, пророк Елисея, человек мертвый, в книге, третьей книге царств, он коснулся костей, пророк Божий Елисея, и воскрес. И другие, есть, например, пророк Илья, помните, когда он пришел к вдове из Сарепты, это тоже книга царств, третий царств, пришел к вдове из Сарепты, то там умер сын, после того, как она все сделала по повелению вдова пророка Ильи, накормила его, и напоила, и, как она и обещала, в катке не иссякала масла, и всегда был в доме хлеб, но вдруг умирает сын. И тогда она возопила, говорит, пришел умерцвить сына. И мы помним, что пророк Илья распростерся над этим отроком, помолившись, и воскресил его. То есть тоже факт воскрешения. Но Христос воскрес иначе. Христос воскресил сам себя. Он не нуждался в том, чтобы воскрешал его Бог. Потому и сказано в Евангелии от Иоанна, что он имеет жизнь в самом себе. Он и есть вторая апостасия Святой Троицы, имеющая жизнь в самом себе. Поэтому даже и Христос о себе говорит, помните, говорит, разрушьте храм сей, как пишет об этом святитель Анзелтауст. Кстати, он пишет, разрушьте храм сей в три дня, и я его воздвигну. Он не говорит, что Бог Отец его воздвигнет. А он говорит, я его воздвигну. Потому что Христос имеет жизнь в самом себе. Это очень важное. Такое здесь наставление в этих первых словах, которые мы можем почерпнуть. Далее мы с вами читаем, через которого мы получили благодать и апостольство. Видите, благодать и апостольство не просто само по себе как-то принимается, о чем я и сказал уже выше. Благодать и апостольство передается. От кого же? Она передалась апостолам от самого Господа Иисуса Христа. А где обрел ее сам Христос? Хотя не нуждаясь в какой-то, как мы сказали, жизненности или жизненной силе от Бога Отца, тем не менее, соблюдая эту иерархию ипостасности, Христос ее приобрел от самого Бога Отца и от Духа Святаго, Господа Животворящего, как мы с вами исповедуем, и от Отца Исходящего. То есть церковь, святая соборная апостольская, мы с вами исповедуем тринитарное богословие. Мы веруем в Отца, Сына и Духа Святаго. Поэтому Спаситель, он был, по сути, как пишут об этом многие отцы и блаженный Августин, сам Спаситель был апостолом, потому что слово апостол — это посланный, посланный на проповедь Евангелия. Поэтому он пришел в этот мир, избрал себе апостолов, апостол пал вот таким чудным образом своим явлением, присоединившись к церкви. И то, что они приняли, то, что и благоествовали. То и благоествовали. Между которыми дальше, 6 стих, находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. То есть здесь такой призыв апостола Павла проповедовать этому языческому римскому миру, в том числе и находящимся там иудеям. Потому как он говорит, что мы призваны для благоествования, тут так аккуратно говорит, ну и вы находитесь между ними. «Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот сказано «и призванным святым». Что значит святой? Святой не означает безгрешный. Святой означает того человека, титул можно этот адресовать тому человеку, кто, видя свои грехи, кается. Вот Отца Церкви, например, Исидор Пилосиот Святой, он пишет об этом, что Бог дает человеку награду не только, когда он преодолел грех, но за саму борьбу со страстями человек получает венец. То есть когда человек не принимает того, что дьявол ему подсовывает. То есть обман, блудный помысел и прочие скверны, которыми дьявол старается соблазнить человека и увезти от пути спасения. Прежде всего, благодарю Бога, продолжает, да, всем находящимся в мире, говорит, благодать вам и мира от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Усса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Видите? Он говорит, вера ваша возвещается во всем мире. Что значит во всем мире? Но здесь двояко есть толкование у отцов церкви. Одни говорят, во всем мире, потому как все остальное считалось там, где-то там далеко, приториями, а мир считался, то есть границей Римской империи. А другие отцы церкви говорят, нет, не обязательно это имел апостол Павел в виду, потому что, например, и апостол Андрей Первозванный, и другие апостолы. Апостол Фома, например, направился в Индию и проповедовал в Индии. Апостол Матфей проповедовал в Эфиопии, известная история, когда он крестил эфиоплян, и настолько они уверовали, об этом пишет святитель Дмитрий Ростовский в Жития Святых, настолько они крепко уверовали, что, крестившись, с них смывался грех хама. То есть они выходили беленькие из крещальной купери, вот этот вот божий промысел, который был над ними, Господь их миловал, и они становились белой кожей. Об этом пишет, на самом деле, да, святитель Дмитрий Ростовский, можете проверить. А апостол Андрей Первозванный уходил в глухие леса, и сегодня многие, когда вот открылся шелковый путь, говорят, что могут даже и до Сибири доходить, и до Алтая, потому что эти реки все были. Другие спрашивают, а как так он прошел, там же разбойники, людоеды. Но многие, вот, например, Евсевикосарийские, и другие современные исследователи, историки, они говорят о том, что тогда ходили по шелковому пути эти караваны, и эти караваны везли дорогие товары. А раз они везли дорогие товары, значит, они охранялись серьезной военизированной охраной. То есть мы знаем, что инкассаторную машину у нас тоже сегодня по Москве, никто просто так без охраны не возит. Поэтому апостолы, они как бы прилиплялись к этим караванам, платили за проживание, за переезд, и благоистовали, Слово Божие, путешествия с этими торговыми караванами по путям. По торговым путям. Итак, далее. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благоистовании сына его, что непрестанно воспоминаю вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопришила мне прийти к вам. Ибо я весьма желал увидеть вас, чтобы преподать вам великое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешить с вами веру общую вашу и моей». Видите, апостол Павел говорит, «Несколько раз я пытался прийти к вам, но у меня не получалось». И здесь многие отцы церкви, опять же, усматривают смирение апостола Павла. Оно состоит в том, что он полагался на волю Божию. То есть, если не получалось у него прийти, он не пишет о том, что я негодую, что Бог меня не пустыкает к вам. Он говорит, ну, вот так это получилось. Вот об этом пишет святитель Анат Златоуст, «Пример истинной любви» о желании прийти апостолу Павла в Рим. Цитата. «Замечаешь ли, как апостол одновременно горит сильным желанием увидеть римлян и не решается на это против воли Божией, умеряя свое желание Божьим страхом? Он любил их и стремился к ним, однако даже испытывая к ним любовь, не захотел с ними увидеться против воли Божьей. Такова истинная любовь, а не та, которая у нас, нарушающих и тот, и другой закон любви. Мы или никого не любим, или если любим, то против воли Божьей, делая то и другое вопреки божественному закону. Его сильная любовь выражалась в том, что он непрестанно молился, не бросая молитву даже тогда, когда не получал просимого». Какие важные советы дает нам здесь святитель Анат Златоуст расстолковывает этот текст. Видите? «Не бросал молитву, если даже не получал просимого». Постоянное же благочестие порвлялось в том, что, имея любовь, он не переставал быть покорным божественному руководству. Никогда он трижды, некогда, как сказано, он трижды просил у Господа, причем не только не получил просимого, но и не получил, не получив счел даже это за великую милость, то, что не был услышан. Слышите? Как апостол Павел считал, что если Бог его не услышал, то это значит милость, в этом значит промысел Божий. Так он во всем полагался на Бога. В данном случае, в данном же случае, хотя и получил, но не сразу, когда попросил, а с запозданием. Тем не менее, нисколько этим не огорчился. Говорю же это я для того, чтобы и нам не скорбеть, когда не бываем услышаны или бываем услышаны, но с запозданием. Ведь мы не лучше апостола Павла, который то и другое признает за милость и совершенно оправданно. Однажды отдав себя всеуправляющей руке, он подчинялся ей с такой же покорностью, как глиногоршечнику, и следовал туда, куда его вел. Бог. Такие золотые слова. Действительно, когда начинают читать святителя Анатолуста, вот его цитаты, хотя они такие пространные, но они кажутся настолько короткими, потому что настолько глубина мыслей и красота речи выражена у них, что трудно оторваться. Вот кто уже пытается, или, а может быть, у кого-то есть большой опыт чтения отцов, особенно святителя Анатолуста, если начинаешь, ты не замечаешь, как время идет, то есть как погружаешься в вечность при чтении. А что такое чтение? А чтение — это общение с отцом. Вот у нас есть уникальная возможность общаться с отцами церкви через чтение святоотеческой литературы. Но бывает так, что мы этим, к сожалению, пренебрегаем. Вот у некоторых людей, я даже знаю, конечно, не буду называть их имена, знаю их, что они очень любят покупать книги, вот что-нибудь новое появляется, они сразу в магазин едут и библиотеку у себя, там отцов, церкви, там с такими переплетами, с такими выставляют. Но при разговоре с ними я вот чувствую, что начинаю говорить там, а вот отца, они их не читают. И с ними получается, как в той притче, если вы, может, слышали, жил монах Евтих, у него было много книг, он и спал на них, и ел на них, но никогда не знал, что в них. Поэтому вот это печальная, конечно, история. У нас есть уникальная возможность, сейчас все в таком доступе, действительно, общаться, чтение это общение, общаться с древними отцами церкви, что может быть лучшего. Но часто у нас какая-то нездоровая иногда бывает ситуация, когда мы гоняемся по всем городам и весям, мы каким-то отдельным уголкам, мы ищем какого-то человека, который нам что-то скажет, хотя, в общем-то, как раньше говорили, книги это наши друзья, они всегда у нас под рукой на полке, нам только остается их открыть. Итак, далее апостол продолжает, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия благописпешила мне прийти к вам. Видите, воля Божия, он говорит, и я весьма желаю видеть вас, то есть утешить с вами верою общую, вашу и моею. Не хочу, братья, продолжает апостол, оставить вас в неведении, что я многократно умирался прийти, он продолжает эту тему, но встречал препятствия. Далее, в 14 стихе, он говорит, я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам, потому как апостол в другом послании так и скажет, что нет ни елена, ни иудея во Христе Иисусе. Итак, что до меня, я готов благорестовать и вам, и находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благорестования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, у Идеи, потом и еленам. Видим, что главной целью своей жизни апостол Павел, совершая три, а некоторые исследователи говорят, даже и четыре, миссионерских путешествий, он видел в этом все свое христианское призвание, именно благорестовать Слово Божие к чему? К о спасению. Мне кажется, что иногда из своего стеснения, о чем здесь пишет апостол Павел, я не стесняюсь, мы из-за своего молчания, не благорестуя людям Слово Божие на работе или там своим близким, этим самым проявляем такое чудовищное, мягко, как сказать, немилосердие, что ли, к людям, не говоря уже, что не любовь, потому как, представьте, если, скажем, пожар или потоп, а тут люди слепые, а слепые это все, кто не просвещен светом Христовым, они не видят и не знают, куда идти, и вдруг мы молча пробегаем мимо них, не подав им рук, чтобы вывести их из пожара или там вытянуть из бурлящей реки, они не знают, за что зацепиться, а мы видим, что вот здесь вот есть шест какой-то, чтобы дать им возможность выйти. Вот это примерно так, потому что апостол Павел говорит имена от спасения, от страстей и грехов, в которых утопает этот мир. Об этом он сейчас дальше так и скажет. Далее он говорит о том, что в 17-м тихе в нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведной верою жив будет. Действительно, праведной верою жив будет. Мы об этом с вами уже говорили, еще раз напомню, что вера, это не просто в душе, что вера, это не просто пустой звук. Иначе, чем бы апостол Павел мог утешиться вместе с римлянами, с римской общиной, если бы он говорил, что вера, ну просто абстрактное какое-то понимание. Вера имеет свое исповедание. Апостолы ее знали. Может, она не была еще так выражена, как она уже была выражена на вселенских соборах, но вся благодать Святого Духа и все вероисповедание, оно сошло на апостола в день Пятидесятницы. И они получали, если хотите, всю полноту догматического богословия. Только потом на вселенских соборах церковь формулировала, чтобы ереси не проникли, то есть лжеучения и не отвратили от пути исповедания христиан, они только формулировали, как правильно выразить и говорили, вот эти слова в отношении веры к нам не подходят. Если бы для апостолов это было и для христиан древних было не так важно, они бы, наверное, не созывали эти вселенские соборы. А зачем? Ну, верь как хочешь, какая разница? Вал, чтобы человек был хороший. Нет, речь идет не об этом. Апостол действительно говорит, что вера, праведной верой жив будет, то есть правильным исповеданием веры. Ибо далее продолжает открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Видите? То есть, здесь апостол уже в большей мере говорит о тех людях, которые познали истину, познали истину, то есть стали христианами, но из-за каких-то своих корыстных целей часто путают свой карман с церковным, мягко говоря. Такое тоже есть. Вот здесь или путают, например, первое со вторым, то есть сначала благовестие Божие, а потом уже, как апостол Павел в одном из посланий, это послание к коринфянам, так, если память мне не изменяет, проверьте, где он говорит, что вол молотящий достоин пропитания. Он так и пишет, что действительно достоин пропитания, но говорит, я ли, говорит, не достоин этого пропитания? И далее говорит о том, что я не хотел у вас ничего просить, чтобы не поставить преграду благосостояния Христову. То есть, чтобы вы не подумали, что это делаю из-за корыстной цели. То есть, по принципу спаршивы отцы, овцы хоть клок шерсти. И в другом месте еще, вот сейчас вспоминаю, апостол Павел пишет такие удивительные слова. Я искал не вашего, но вас. Это очень важно, видеть вот этот вот зазор, когда мы становимся на путь благовестия Христова, чтобы нам не перепутать и не перевести это все в коммерческий проект нашего благовествования. Вот это опасно. Да, достоин благовествующий Евангелие пропитания, достоин, но пропитание, понимаете? То есть, довольствоваться тем, что есть на сегодняшний день, а не создавать какие-то кружки там или наши ради наживы. Здесь вот, видите, апостол говорит, не вашего, но вас. Я искал. Итак, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправду. И вот в латынском переводе, здесь блаженный Августин замечает, здесь слово открывается, стоит в будущем времени, откроется. Действительно, есть такие переводы, где в будущем времени, вот, по-моему, да, в латынском переводе, как говорит об этом блаженный Августин, там стоит в будущем времени. То есть, гнев Божий, он не всегда открывается здесь, но откроется в будущем, когда будет страшный суд. Почему Бог не всегда здесь наказывает грешника? Милует его, зная его немость, ждет его покаяния, только из-за этого, из-за своей любви, неизреченной, нам не всегда понятной. Это тоже важно заметить. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явился им. И далее продолжает. Ибо невидимое вечное сило его, божество от создания мира через рассматривание творений, видимы так, что они безответны. Видите? Это очень важный стих, 20-й. Я обычно с этого стиха, когда проповедую где-то в школе, там, или в учебных заведениях, среди студентов, или просто начинаю какие-то курсы лекции по библистике, начинаю именно с этого текста, говоря о Боге Творце. О чем говорит этот текст? Этот текст говорит о том, что видя все то, как премудро Богом устроен этот мир, причем видимый только нашим невооруженным глазом, а есть еще мир невидимый невооруженным глазом, а есть еще мир невидимый, это мир духовный, видя это все, хотя бы мир, которые мы видим глазами, видят художника всего устройства этого мира. Апостол Павел говорит, невозможно сказать, что это как-то произошло случайно. Действительно, когда мы смотрим, например, картину чью-то, там, Левитана, Пикассо, или слушаем музыку Чайковского, или там, Баха, мы же знаем, кто автор, и мы сразу интересуемся чем? Биографией этого автора. Почему мы не интересуемся биографией того, кто создал весь этот мир? То есть книгой Откровения. Ведь Бог открыл. Как называется священное писание? Откровение. И в этом слове есть два очень важных призыва по отношению к нам. Первый призыв — это то, что Бог хочет нам открыть о себе. Откровение. Я даже сказал три. Второе — Бог нас вызывает на откровенный разговор. Ну, а третье — это сейчас пришло в голову. Третье — это Бог призывает нас открыть это откровение. Вот так. Поэтому он так и говорит, что через рассматривание творения видимы так, что они безответны. Ну, как они, познав Бога, не прославили его как Бога? Видите? Это о верующих. Познавли Бога, не прославили его как Бога. Или через рассматривание творения понимали, что все это не просто так. Но пренебрегли той благодатью, которую Бог всеял в мысль человека. Посмотри. Пренебрегли голосом Божьим. Но осуетились в умствованиях своих, и омрачились несмысленные сердца. Называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку. И птицам, череногим, и пресмыкающимся. То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. А теперь сейчас апостол Павел начнет такой целый, можно сказать, трактат обличения, который писался две тысячи лет назад. Ну, послушайте, как будто апостол Павел живет сейчас среди нас. По сути, надо сказать следующее, что в мире много чего меняется. Меняются технологии, меняется архитектура, меняется любовь к музыке или к поэзии, новые стили одежды. Но не меняется человек. С переустановкой политической, идеологической человек внутренне измениться не может. Человека внутренне может изменить только обращение к Богу, которого мы называем простым словом покаяние. Что же пишет апостол? Смотрите. Они заменили истину Божию ложью и поклонились и служили твари, то есть творению, вместо Творца, который был исславен в веке Аминь. И теперь внимание. Потому, то есть за это, что люди, перестав прославлять Бога, видя все это творение, стали поклоняться тварному миру, то есть идеям этого мира. Они, вот за что их предал Бог, чему? Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное воздаяние за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме. Слышите? Откуда все? Не заботились иметь Бога в разуме. Про монаха Евтиха. Шутка красивая. Но не стоит заигрываться. Иметь Бога в разуме как можно? То есть только через чтение. Через чтение, через молитву, через таинство, которое подкрепляют и утверждают нашу память, и утверждают нашу веру и любовь к Богу и ближнему. Видите? Причина, по которой происходят вот эти все вышеизложенные и нижеизложенные страсти и вещи, в которые совпадает человек. Они не заботились иметь Бога в разуме. То предал их Бог превратному уму, делая непотребство. Делать непотребство. Так что они исполнив всякой неправды, блуда, лукавства, коростолюбия, злобы, исполны зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родители, безрассудные, вероломные, нелюбовленные, непримиримые, немилостивые. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот что происходит с человеком, когда человек не заботится иметь Бога в разуме. Поэтому не надо сегодня спрашивать, ой, а почему это так всё у нас в мире плохо? Ответ очевиден. Нет Бога в разуме. Ой, а почему это нам не хочется иногда подать милость, но когда мы идём? Ответ очевиден. Немилосердно. Нет Бога в разуме. Мы руководствуемся не законом Божьим, не заповедью Божьей, а чем? Своим желанием. А это означает, знаете, как своё желание называется в Священном Писании? Похоти. Что такое? Действительно, похоти – это не только блудная страсть. То есть по своему хотению. А значит, мы с вами впадаем в состояние какое? Есть такая философия New Age, в которой сегодня поражён весь мир. Какой принцип этой философии и идеологии уже современного мира? Попробуй, если тебе это нравится – делай, если не нравится – не делай. Вот мы по этому принципу и живём. Нравится – делаем, не нравится – не делаем. Царствие Божие усилием берётся. И восхищающий, то есть прилагающий усилий, восхищает его. Не надо думать, что заповедь Божия и какие-то дела, добрые дела, они должны как-то сами с собой спонтанно возникнуть, эмоционально, со слезой на щеке. Нет, к заповеди Божией себя надо понуждать, исполнять её, как и всякое доброе дело. Вот к чему призывает нас апостол Павел. Вот в чём главная сила благовестия. Он обращается здесь к римлянам, говорит, для чего он призван. Далее говорит о том, что если человек, познав Бога, не прославляет его как Бога, показывает итог, что с ним может приключиться. Да избавит нас Господь от последних слов, которые пишет здесь в этой главе апостол Павел. Субтитры подогнал «Симон»